ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни на право, ни на лево, от истинного понимания смысла. Господи, пребыви с нами в этот воскресный день, сохрани нас в любви, согласии единомыслей по слову Твоему. Хвала Тебе. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание Титу, Святого Апостола Павла, 3 глава, 1 стих. Вспоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Везде апостол желает, чтобы верующие повиновались властям. И показывает, каким образом повиноваться, именно если будут готовы ко всякому доброму делу. Потише, пожалуйста. Отсюда ясно, что кто готов на зло, тот не повинуется властям. Или пусть будут готовы, чтобы склоняться к доброму, а не к нечестию. Или к чему-нибудь другому, вредному для души. Вопросы? Ну а вопрос возникает, вот как раз была декларация митрополита Сергия, что вот он, наши радости, ваши радости. Власть обезбожная пришла, атеистическая. И надо ли такой власти покоряться? Тут нам быть готовым на всякое доброе дело. А что эта власть делала-то? Христиан убивала. Доброе это дело или худое? Давайте спросим. У кого? У мертвецов? У тех, кто этим занимался, и тех, кто говорит, что нужно во что бы то ни стало покоряться власти даже безбожной. Ну, Сергиянцы, они же так говорят, что они вокруг властей этих люкс, а добрые они дела делают или худые? Вот это как раз вспомнилось о Сергиянстве, показывали в храме святого Владимира, где избирали патриарха в 1917 году, говорил, проповедь говорил патриарх Кирилл. И он там вспоминал эти события 1917 года собора. 4 декабря был рукоположен патриарх Кирилл на ведение в храме, присты и благородицы, присты на Деву Более. Ну и перечисляет, вот, говорит, там это, как тяжело ему было, там арестовали его сразу, он практически не был на свободе, патриарх, его все время большевики арестовали. И дальше показывают фотографии. Вот, говорит, у него были заместители, и показывают, заместитель Петр Крутицкий, показывают Петра Крутицкого. А вот у Петра Крутицкого был заместитель Сергий Строгородский, потом и стал патриархом. Больше никому не показали, ничего, сделали сразу заместителем. Вот как тяжело было в нашей церкви пробиваться. Я думаю, патриаршенька, ну, ты совсем-то уже историю не надо перевирать, до конца-то все расскажи. Как-то Петр Крутицкий, а у него заместитель Тихон, и значит, этот, вернее, Сергий Строгородский, и значит, вот по такой нисходящей, все нормально, Сергий Строгородский стал патриархом. Но совсем же это не так-то было. А где еще были вместо блюстителей двое? А его никто и не назначал, заместителем вместо блюстителей, и не было такого. После этих троих просто никого не было. Никто не думал, что эти бесы будут в человеческом обличии, будут убивать всех подряд, и не останется никого для церкви. Нельзя спасти церковь, церковь спасает человека. Христос спасает человека. Христос спасает человека. А Сергий Строгородский сказал, я спасал церковь. Ну ему, скажи зрителям, что ему предложила власть взамен на то, чтобы они церковь не трогали. Ну ты и говори. Ну ты историк-то я. Ну я не знаю, что там они предложили, точно не могу сказать. Я могу только одно сказать. В это время был живой Иосиф Петроградский, а Гафангел был живой. В вузах были. А он только был заместитель, который заместитель, а его заместитель. Он не являлся тем, которого патриарх говорил, если меня арестуют, чтобы он встал там. Он не входил в это совершенно. Он восхитил власть. Похитил ее. То есть его поставили безбожие. Потому что когда при живом он даже не уведомил ничего. А теперь, а что они имели от власти? Ничего. Этих, которые даже пришли к власти, не новообрядцы, а живоцерковники, их тоже сажали. И подписал Сергий, когда декларацию эту, сажали и их, которые с ним были. Они никого не щадили. И все. Мы, говорит, что спасли не церковь, а церковную структуру. Они о церкви даже не говорят. А нужна она эта структура или нет была? Они без структуры-то никто. Его сейчас не назначили? Нет ничего. Он куда? Монах. Он не жизненный уже, а то, что он монах. Он не знает, как с народом обращаться-то. Вот этот у нас сейчас митрополит здесь. Так он сколько лет был каким-то настоятелем. Он знает жизнь его прихода. А этот, который был на него, Максим, он был в хоре, пел из Тобольска. Перекинули сюда. У него вообще не было никакой практики. Ну вот когда Сталин был, это Тухачевский, с ним расстреляли там и маршала, и Убаревич, и Екир, и этот Брюхер. Все были расстреляны. А на их-то место кого? Лейтенанты были выставлены дивизиями командовать. А какой он командир-то? Жуков, когда начало обороны Москвы, говорит, опыта никакого не было. Он говорит, опыта у меня нету, хотя Халбингол уже был за ним. Беспощадный, жесткий, но опыта не было. Потом набрались опыта, уже тут и Конев появился, и Рокоссовского из тюрьмы вытащили. Ну надо просто смотреть как. Ватутин, там, Черняховский самый молодой. Вот я хотел тебя спросить, брат, ты всегда можешься ни налево, ни направо не уклониться. Теперь поясни подробно, чтобы не было ошибки. Что такое лево, что право-то? Мы знаем, лево это коммунисты, но мы вроде бы к ним не прислоняемся. Правая партия это демократические, а республиканские. О чем ты можешься? Ну-ка объясни. Ну, лево это сектантские мудрования, которые уводят вообще от церкви. А вправо это внутри церкви, такое фарисейство, такое, как бы, ну, я так понимаю. Нас не интересует ни как ты понимаешь, а как это по слову Божию выглядит. Как правильно. Ни как. Ну вот я и хочу узнать, чтобы ты оперся и сказал, вот по Писанию. По Писанию, чтобы это было авторитетно. Я принял от тебя, я пришел-то не к тебе на занятия, я к Богу пришел. Чтобы мне Господь сказал и научил меня. А твои мысли так, они мне зачем, а мне от своих тошнит все время. Я не знаю, как с ними бороться. Проснусь, я не пойму, то ли проснулся утром, то ли нет. Хотя целых полчаса даже спал. Можно скажу, как я понимаю. В Слове Божьем написано, чтобы не прибавить и не убавить. Ох, как просто. Прибавляет кто? Православная. История. Церковь. Канонизация. И все остальное. Все, что бы ни взял, все прибавляет. Раньше никогда не было, чтобы венцы брачащихся держали сзади кто-то. Они, какое ко мне отношение идут? И все обходят вокруг, и эти сзади идут двое. На Сибирске были. Вытащили ее. Она не приготовлена, у нее еще нет. На хоть бы трусы надела. Она идет и не видит, а у нее поляшком течет. Месячная. И когда уже увидели ее, оттуда оттащили и все. Она в храм не должна заходить. Она вокруг ее хороводит, и она ходит здесь. Она не видит даже, что с ней делается. Зачем они нужны там? Для бракосочетания нужен только священник и женщина. Жених и невеста. Все, больше никто не нужен. А остальные могут быть свидетелями. Хорошие обычаи у чеченцев, у южных народов, они как? Собирают всех. Я видел, как они от плов варят, попали туда. Это ужас сколько. На улице там человек 300-400. И вот теперь, если надо развестись, ты должен найти всех, у всех попросить разрешение развестись. 300 человек, чтобы дали тебе разрешение развестись. Эти люди пришли, которые дали согласие тебе свестись. А теперь развестись. Да у нас двоих не найдешь нигде. Они не помят, кому был жених-то кутруто. У них все помят. Мне бы копеечку, говорят. Почему я кричу, что горько? Одна горесть. И название нигде в мире так. Вот работа, знаешь, работа. А это брак. Брак это выбросить. И называется брак. Брак и сочетание. Брак. В русских перемотах, сам по себе говоришь, сплошной брак. Сколько он умер 1 апреля Евтушенко и Евгений. С кем он умер? Ну, последняя жена была она, четвертая. Четвертая. Лидия Русана поет сколько? Четыре мужа. Четыре. Там Крюкова из-за же генерала-то посадили. Ее тоже обобрали. У них была страсть огромные деньги покупать разные шедевры. И все это смели, как никогда не было. И кого не возьмут. Евдокимов умер. И пишут. Жена. И потом опять фотография. Гражданская жена. Следующая фотография. Вторая гражданская. Рядом сидят. Рядом делят имение. На кого она ставила? У Золотухина та же история. Пробавальма нигде не говорили этого. Ну, надо знать. Леводи. Вот это просто. Убавлять. Убавлять ацетсектанты. Вчера на меня один вышел из Молдавии. Я говорю. Ну, вы думаете, что цифра 7? Ну да, полнота. 77 книг в Библии. А у вас сейчас 66. Вам еще это не говорит? Тем более, они приняты на 85. На книге правил. 85 правило. И говорит. Я не раз думал. Как почему? Вот теперь думай. Вышел на меня. Я говорю. Около часа беседовали с ним. Действительно. Слушает так хорошо. А до этого был. Зашел один барнаульский. Звать Роман. И вот я вас знаю. Давно считал. Там слушаю. Там все это в интернете. Стали говорить. А вот почему? Разве Бога одного недостаточно? Молятся там Пресвятой. Богородица и Святой Моя. Я говорю. Послушай. Ты меня то ли переубеждать хочешь? Ты вопрос должен поставить. Почему православный молится Святой Моя Божьей Матери? Все. Выпросительный знак. И дальше сиди и слушай. А я не могу дождаться, когда ты кончишь меня переубеждать. Да нет. На следующий раз он опять. Я говорю. Там сектанты-то рядом. Ты, наверное, у них портолог все. И теперь оттуда гонишь на меня. Волгу. Хотя волны-то никакой нет. Мерзость одна. Я его вот так успокоил. Я сегодня выставил этот ролик. Левое – это отнятие. Сохрани Бог нас отнимать что-нибудь. Почему? Прямо написано в Таразаконе. Четвертая глава. Если 30-я глава, 5-6 стих, притчи, не прибавляй к словам. В Откровении написано. Не прибавляй, не убавляй. Вот это и есть. И заканчивается ни направо, ни налево. Православным прибавить. Сейчас у меня один знакомый, который верит, что земля плоская. Она как тарелка. И вот там бабушка одна. И она так и написана. Бабушка одна видела во сне. Прямо. И все. Она сказала. Кто она такая? Другой мужик идет. И вот этот ролик мне опять человек подкидывает. Стоят вышки такие. Высокие. Он говорит, сколько она метров-то? Это, наверное, метров 90. Она высокая. А почему она стоит? Я хожу и думаю. То есть он ничего не... Который автор там идет, он себя не показывает. А эти вышки? Это какие-то волны излучают на человека. Чипирует их. Вот это бредня. Один раз запустил эту мысль, а дальше тебя Сатан уже не выпустит. И вот он ходит так. Это стоит где на государственном здании. А это спальный район. Тут ни одной вышки не стоит. Почему? И вот он стоит. Почему? А вывод один, что? Это делает незримой печати людям. Они запечатаны уже. Печати боятся. Ни Бога, ни никого не боятся. Один раз запустил эту мысль. И вот все время. Сегодня опять из старобрядцев там нашли. Кто-то сказал обоих. Тогда мы еще не в спасительной церкви находимся. Один раз только допустил себе ложь. Написано. Вошел дух лжи. Но нигде не написано, что вышел. Его нельзя оттуда выгнать. Его заморить можно по столу молитвы, послушанием, смирением. А если того другого нет, ты ничего не сделаешь. Ничего. Притом этим еще не один человек. Я не говорю, где человек в Америке, в Австралии, чтобы не догадывались. Я помню, когда я пришла еще первые разы на занятия, приходила, то вы тоже молились не уклониться ни налево, ни направо. Идти по кровавым стопам Христовым. И я вот теперь всегда, я поняла, что лево и право, это нельзя уклоняться. Это плохо. И я молюсь, Господи, чтобы идти по твоим кровавым стопам, не уклоняться ни налево, ни направо. У меня вот в моей молитве вот такой есть. Но я вот сейчас записала, что в второзаконии это там, почему это? Не прибавить, не убавить. Но я вот так запомнила. 4 и 6, кажется, в второзаконии. Откроем. 4 и 12. Это одно место, которое говорит мне об откровении. Не прибавить и не убавить. Сейчас он увидит это. А Иисус Новин 1,8 говорит, дабы в точности исполнять. В точности, в слово точности, я делаю большим шрифтом. А какой точность, когда люди даже не знают и не слышают. Почему? У православных где бы что ни было. А это мироточивая, кровоточивая, слезоточивая. И все иконы, спасение. Но если это образ Божий. Мы молимся образу? Нет, первообразу. Первообраз кто? Божья Матерь. Она где? На небе. Почему иконы все разные? Почему иконы эти почти 400 больше, чем дней в году, которым праздную? А сколько мест точнимых, мы не знаем. И они другого образа, по-другому. И сегодня празднование иконы Казанской Божьей Матери. Ни Богородицы, ни первообраза иконе. Еще обманывают о себе. Поклонение иконе идет. Нет первообраза. Его никто и не знает, и не вспоминает. Вот крест, как вот, вот вы заметите, везде крест, а на конце, видите, флюшки разные там, утолщения, вот такими вот, кандибоберы, зачем они их ставят? Крест вот прямой, вот посмотри, ну, я знаю, не там Талтайская миссия, кажется, есть. Просто прямые линии, прямые. Ну, на епархии там кресты стоят нормально. А посчитай, сколько на Покровском. Конец вот этот вот, вот крест, а вот этот вот конец. Этот конец еще вот так вот перекрещенный, в конце. Еще раз. Я посчитал 18, 18 это трижды шесть, 18. 18 на трижды шесть. Не 19, не 20. На три шестерки. Я думаю, они это, сюда с светским заветом перемешали. То, что у Аарона посох растет. Мне на что не похоже. Ну, зайди на Покровский собор. Крест растет. Посмотри, какой крест. Там креста-то никакого не видно. Мало того, еще внизу луна. Там в Сербии было, и там завест мусульмане молодой. Крест от Ламы-то отломил, а уже не надо еще дальше. Полу-месец уже стоит. А ломаться-то на том сердце. Тебе легко ломать, они его сбросили. И все. Ну, а это означает, что означает-то? Зачем? Если крест, просто крест. Везде вот такая прибавка, прибавка. И на могиле везде это все висует. Даже священники. Крест обязательно будет вот так, как придет, а потом раз заостренный. А если тут не заостренный, тогда к центру заостренный. А к центру это орден Гитлера. Это крест у них такой, масонский. Они как будто никогда ничего не знают. Это розенкрейсеры. Ну, маленько-то поглядите, что вы делаете-то. Но нет той мерзости, которая бы не пристала к нам. И все, добавки, добавки, добавки. Нам левое не так мешает, как правое. Главное, это враги, и суть домашняя. И главные враги это внутри. Это помышление, это желание, вожделение, искушение, которое человек рождает. Внутри. Карван Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Когда сущие, почитай отца и мать. Потом фарисеи прибавили, книжники. Карван Богу то, чем бы ты от меня пользовался. И Христос их давай обличать. Выгодит заповедь Божию. А садыкеи отбросили все. Остали только пяти книжи. И толкует пословно. По пяти книжи никак нельзя доказать, что у человека есть душа. Нету. И Христос им не стал говорить, а у себя Рахова написано там. Они не признают, как баптисты. Поэтому он пяти книжи им и стал говорить, ну а как же написано, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Ну, мы читали? Да, читали. Ну и что? А у Бога нет мертвых, они живые. Он не сказал, я был Бог Авраама. А уже прошло шестьсот лет, он говорит, я Бог Авраама. Я не сейчас. Если у меня было пять сыновей, и три погибли, я говорю, у меня было пять, осталось двое. Сейчас я отец двоих детей. А те ушли, они мне уже... Так вот, на этом и месте Господь и сказал им. Они никогда этого не видели. Он говорит, аз есмь, а не аз быхом. Не был, а есть. А сегодня я отец Авраама, Исаака и Якова. Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Не был Богом их, а я сегодня Богом. То есть они все живы. Это что означает? Тела их лежат, а души перед Богом. Доказал, и они все замолкли, отошли. Как они придумывали? Когда воскресе, тот с севера. Все они ждали, когда брат умрет, он возьмет эту, которая умерщвляет их. У нее с подней на шее сидит. Как в Тавите говорится. Какой бы же их ни был, ночью демон у души. Второго, третьего, четвертого. И сердце разинули, и там ждут. А он пятого задушит или нет? Шестое, напари, задушил. Да разве так будет? Один только умер, уже второй ее не берет. Она уже какая-то опасная. Зачем она мне нужна такая-то? Ну вспомни, Анан пошел даже на преступление. Семя на землю изливать, чем восстановить. А дальше-то ничего нет. А дальше она уже сама начала. Переоделась, пришла, заманула его, забеременела и вся. А сама у себя печать и трость держит. Это женщина. Источник смерти. Это хитрющее создание. И он утром принес ей барашка. Ей не надо барашка. Ей нужно все стадо завоевать. И она сделает. Он, смерть ей. А когда она показала, он говорит, она правее меня. Она от меня защела. И он-то увидел какую-то... Это патриархи, которые молимся. Это такие они были. И увидел ее сидит какая-то. И сразу войти. Тут же она споясывается, она его раздевает, уже все. Но мне рассчитаться нечем. Я тебе принесу. Ну, взял у нее как ипотеку. Ну, она откнула ему. А что за... Печать отдал. Да кто ж печать-то отдает-то? Все отдал. Как он голый оттуда не вышел. Когда Ирод говорит, что половину имени отдам. Златоуст говорит, молись, чтобы второй раз не стало плясать. Вторую половину отдашь и нищим будешь. Пойдешь. Вот, растолкуете. Притч 4, 27. Не уклоняйся ни на право, ни на лево. Удали ногу твою от зла. Потому что пути правый наблюдает Господь, а левый испорченный. Ну что, ага-ха-ха-ха. Закрой вас, не хохочи. А что спешил? Почему левая партия коммунистов везде называется левая партия? Кто их делал левыми-то? Зачем они это взяли? А вот, говорят, шельм убитит Бог. Все коммунистические партии левые партии называются. А эти, которые... Ну, как-то маленько там еще... Человеческие образы. Да я о другом. Написано ни на право, ни на лево. А потом говорится, право наблюдает Господь, а лево испорчено. До этого говорили, что ни на право, ни на лево. И опять же, опять на право. Нет, нет, это к этому не относится. Ни на право, ни на лево. Он другой смысл указан. Почему я попросил его объяснить. Теперь нужно войти как правое. Это православное. А так называется право. Право славно. Это правое. Добавки, добавки, добавки. Непрерывно. Канонизации все эти идут. По сегодняшний день она помечитает Стеньке Разину, Пугачева, Емельке. Емелька, не Емельян. И не Степан, а Степка там, Стенька. Стенька. Ну, можно было уже утихомирить это. Они думают, что он за это время вылез. И каждый год мы обратно его в ад заталкиваем. Да уже под разбойником-то, как пишет Иван Андреевич Корлов, то уже огонь погас. А под сочинителями, этими добавками-то, огонь разгорается и разгорается. По дате Селькинской Декларации. Предатель наглый, напыщенный. Всюду предательство, что? Трутся себя в раме измена. Сейчас заседание прошло в Патриархии. Разобраться с общинами русско-православной зарубежной церкви, там что-то упорядочить, МП. Это которое там где-то. Конечно, нас не имеет в виду. А те, которые не поминающие. И некоторые к этому стали прислоняться. А ему нужно, чтобы его поминали. Нет, через это рычаг давления. Вот сейчас зарубежная церковь самостоятельная. И они могут все делать. Но мира варить не могут. Только через Патриарха. Понимаешь как? Я не хочу сравнить ни с чем. Но по неволе вспоминается один человек, который... Я дешевле вам дому скупаю. Но только... А почему? Я хочу, чтобы здесь у меня остался один гвоздик мой. Один гвоздь забить. Только один гвоздь забить. Это мой гвоздь. Чтобы на него ничего не вешать. А я что хочу, то и могу вешать. В любое время, когда придумаю гвоздь. Один гвоздик. Вообще. А где он будет? Ну вот около кухни. Тут комнаты рядом. Все. Живут год-два никакой нужды нет. Нет, и все забыли про гвоздь. А дальше он начал такое навешать на этот гвоздик, что они бросили дом и ушли. Это вот прямо про нас написано. Один гвоздь. Ну что, признание то-то. Признали иконопочитание. А теперь конца края никакого нет. И комиссию составляют. Что такое мироточение? И наконец выводят. Не нечистая ли сила над нами смеется, а мы голову ломаем. Не нечистая ли сила эти слезы пускает и прочее. А какая комиссия? Патриархам, Алексеям, вторым. Председателям экономцев. Там Павел Флоренский новый. Там важные люди. Директора институтов, геологоразведышей и тому другое. Зачем геологоразведыши, не знаю. Видимо, умеют различать что-то. Камни там разные. Минералы? Да. Это все напечатали. И вывод комиссии такой. Не нечистая ли сила над нашими батюшками насмехается? Потому что сатана тоже делает чудеса. Бог никакие чудеса ему не сказал делать. А только они. Брось жезл. И он увидел какое чудо. Жезл превратился в змею. Моисей, это змея, это мало ли видел в пустыне. А то тебе на хорошее место он побежал от него. Он говорит, возьми, как он крался за хвост, за хвост. Как копыт. Он взял и сразу жезл в руках. Вот придешь, перед фороном покажи. Но они-то там не готовились к такому. А когда он бросил, они говорят, ну и что-то удивил. А ну-ка. Только мигнул. Волхвы бросили, у них все палки поползли змеями. То есть их учили этому. Но им не говорили, что дальше будет. Но Моисеев змея оборвался и каждого растрепал и проглотил. И те стоят, и палок-то нету у них. Они пошли домой. Это хромые. Операция не на что. Ну а дальше что? Руку за пазуху. Видите, рука чистая. Положил, вытащил. Вся проказа покрыта. Волхвы тоже заложили, руку вытащили. То же самое. И что-то меня удивишь. Но дальше уже пятая щита. Они закопотились. Уже не могут сделать. И все. Уже не в их власти. То есть они кончили институты, кандидатские защитили. Но в них нам это не учили, нам не преподавали. Вот она история какая. Богу надо довериться. А сегодня надо идти, чтобы жезлы были. А один жезл власти. Говори, как власть имеющий. Так говорит Господь. А сегодня он сказать этого не может. У нас сразу. А так сказал Леон Кронштадтский. Так сказал Серафим. Ты сначала Библию покажи. И покажи, как эти люди понимали его. Вот это нам надо. Вот тут действительно телегу впереди коня ставят. Сначала прочитай Слово Божие. Вот это лево и право. Ты молишься, зная это. Без добавок. И без упущения. Вот это на второзаконе нашел. Да, это второй стих. Да. Четыре-два? Да. Слушайте. Речь идет о законе. Не о книге пророческое откровение. Апокалипсис. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. И не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Ну, чтобы понять, что это такое, вот у нас пятый стих. Тридцатая глава прищи Соломона. Не прибавляйте, чтобы Он, Бог, не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А ученицы Дозов возле Огненов. Как это опасно. А сегодня на Библию вообще не смотрят. Все разрешают сейчас разводиться. При живых женах венчают. Даже если я не знаю, что есть такое, чтобы греховное, и они запретили намертво, чтобы поесть и пятимья. А за аборт хоть одну женщину наказывают, как это? Нет. А сколько? Ну, я не знаю, но я знаю, что это, может быть, лет триста. Петр Первый сказал, отложите это в сторону. Без моего ведома, кого отлучите, и пятимью. С тобой будете иметь дело. Палач. Антихрист. И правила в сторону отошли. Сильно церковь потеряла, когда Петр установил, если человек кается, что я был с революционерами, там то другое. Священник должен немедленно в этот день идти в КГБ заявить. И человека брали, и сразу исчезал. То есть не все грехи выдавать властям, а государственные. Государство это выше требований клятвы священнической не разглашать. Это очень хорошо Кисляков пишет. Спиридон. Ему там встретился один, говорит, я вот был такой, но решил наисподе сказать. Я, говорит, не участвовал ни в чем, просто кружок посещал, а потом вышел. Священник сразу доказал. Его сразу арестовали, лет 20, что ли, ему облепили. И он отказался от Бога, никакого Бога нету. Да он его кое-как уже утешил там. Не выйти из тюрьмы, все. А какое я зло сделал? Ну как Сталин, какого, как в Климах пишет. Под корни вырубать надо. Особенно в ГУЛАГе, когда женщина, если мужчина арестованный, женщина хоть какая будет, хоть она разведенная, в другом месте была, найдут и посадят. Ну ему 25, а ей 10. А за что? За то, что она была с ним. Да я только повенчалась, мы даже еще не были вместе-то где-то, неважно. А дети где? Только за особые заслуги перед государством. Вот, ну, заслуженная была Лидия Андреевна. И ей разрешили ребенка отдать другому. А так обычно где-то дома, и все. Ну кто поет, Валенки-Валенки? Зыкина. А? Да, ну Зыкина. Русланова. Русланова. О, Русланова. Генерала-то посадили ее, и ей сказали, муж тут живой. Я, говорит, млею, как увижу, погоны генеральские там, то-другое. Ну она какая была? Любвеобильная бабушка? Бабушка. Бриллианта обильная она была. Давай. Ну конечно, как языки. Титул 3-2. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Понимаете, вот я скажу, а мы никого не злословим, это вы нас обсуждаете? Позвольте. Сектанты говорят, это вы нас судите. А мы говорим, вы возникли в 18 веке. До 18 века вы все осудили, сбросили. Вы договорите дальше что-то. Я говорю, почему злотовский не принят? А кто он такой? Ну ты осудил его? Не считая, не... Ну я не считал, архипелоголог, но я осуждаю. Манька доярка выступает, она осуждает. Здесь то же самое. Прочитал, а мы никого не судим. Да как не судите, когда вы на каноны, которые издавали, я почитал, больше 1500 епископов было на всех соборах. И ты их все сбросил. Почему? Ты осудил их, раз ты не принял. Говоришь, да они не нужны, они временно в содержании. То другое. Это Александр Мене ты говорил. Я сейчас его беседу выставил. Считал? Я тебе скинул. Вот так. Обман на каждом шагу. Ты однажды скажи, никогда, нигде, чтобы по губам у меня лживая не проехала. И ты сразу будешь видеть, и тебе Бог откроет столько. Ты не будешь там метаться. Где еще бабушка сказала, во сне видала? Что? От Бога? Да? Значит да. Нет? Значит нет. А так сегодня нету. То да, то нет. Хромлющие на оба колена. Толкование. Хотя и худо, кто поступает, не злословь. То есть не укоряй. Уста наши должны быть чисты от укоризны. Справедливо или ложно? Не нам судить. Смотри на то, какая опасность может быть. И к иудеям, и к эленам, и к причиняющим вред, и к несправедливым. Давай нет, вопрос. Тут написано в оригинале, не злословь, а потом злословь, то есть не укоряй, это одно и то же, а потом не суди. Так что значит злословить? Это значит не судить и не укорять одно и то же, что ли? Как это? В чем разница? Вообще слово укорять тут надо конкретно поставить. Слово укорять, о чем говорится в слове укорять? Что такое? В толковании на 7.1 написано, не судите, запрещает не судить, то есть укорять, то есть не обличать, не запрещает. Не, укорять это не обличать. А тут написано, это злословь, значит не укоряй, одно и то же. Злословище укорять тут одно и то же приравняли. Ну и другое разговор. А как это? Вот, сестра. Ну, злословить, наверное, это когда как-то человек обзывает, можно по-русски сказать, плохими словами называет, да, это злословие? А вот смотрите, вот у нее есть отец. Девчонка была, выходила здесь, а тут машина проходит, она вот сейчас зашиворот, и вывез, и все. Кто вор? Отец или эти? Кто вор-то? Ну, кто-то украл. Кто взял? Ну, он теперь узнал, где она есть, и теперь все-таки по королю, она ее в детские садики уже водит, как будто она их. И он ее выхватил в машину и домой, он вор или нет? Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Мужа отец. Он вернул то, что похищенное. Это знаменитый был процесс над Адольфом Гитлером. Он говорит, я ничего нигде не отнимал, это то, что они у нас в Версарском договоре отняли, я возвращаю домой. Это наши территории бывшие, Силезия там и все остальное. Я ничего чужого не брал, начало с чего начиналось. И поэтому, когда мы говорим с тектантами, мы должны знать, что у нас отняли они. А что отняли у нас те, которые подрезами. Не поняла, как засловить отрезами. Когда показываешь, всегда я не думал об этом, я не задумывался. Это пока что никому ничего не понятно. Это последующая еще продолжается. Ну, надо укорять, злословие, укорять это злословить, все конкретно. То есть, укорять это не обличать. А как у нас, там, не это, вот укоряли там его, вроде как будто он стоит с повинной головой, и вот, ну что ж ты такой, вырос у нас. Не укоряли. Не укоряли, а обличение. Слово обличение забыто у нас. Вот, вы подойдите к вашим старым, ну, кто старые люди, и спросите обличение. Они понятия не имеют, что такое обличение. Они не знают слова обличение. Не старые люди, а укоризма уже знают. Укорять это, ну, укорять это не очень плохое слово у нас. А на самом деле укор это злословие. Ну, пример, может, живой, укоризмы, осуждения и увлечения. Ну, не корех. Злословие. И злословие, это есть укоризма, злословие. Допустим, едешь ты там, раз, туда-сюда, ты вот козел там, начал укорять. Обзывать. Да, и это бывает, да, частенько бывает это. И начинаешь молиться, Господи, да прости ты меня. Может, там человек-то хороший, что-то там мелькнуло в него. А ты уже его... Ну, вот мы читаем, Господь, когда воскрес, и шли двое вселения в одно. И он, когда им укорял за неверие, то же слово укорял. Злословил, что ли? Ах, вы такие растеки. Ну, да, так и говорил. А почему вы не верите? Как так? Вам столько говорилось при жизни, и вы не слышали? Сердца жестоковыенные и так далее. Жестоковыенные, это уже укоризма. А вот я сюда понял, то есть, в Матфеи 7.1 написано, не судить, да не судимым будет толкование. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать. Укорять, это другое, чем осуждать. Конечно, другое. А тут, а тут, а тут, а тут, условить, это приравненно все, укорять сразу. Укорение и злословие, это разное. Здесь так, а там так. Нет, осуждение, это совсем другое. Осуждение, ты уже человека осудил. Не злословить, это уж конкретно. Вот Игнатий Тихонович хороший говорит примеры, вот чего не помните вы. Конкретно судья, человека отправляет уже все в колонию, судья. Он его осудил. Так и ты, когда ты осудил человека, все, ты ему не даешь никаких шансов на исправление. Вот в чем дело. А судья? Ну, он злословит, укорезно, это злословие. То есть... За злословие ты еще можешь покаяться. А если ты судья, то ты на себя уже взял роль Бога. Ну, злословие, то есть не укоряй написано. А мы же тоже. Злословие, это укоряй. Ты меня замучил уже. Ты зачем тогда тут про осуждение еще начал разговоры вести? Нет, полкование, полкование прочертало. Ну, молодец, злословие это укорение, а осуждение совсем другое. Все. Ну, нет, нет, ты не прав. Когда этот Господь шел, и он укорял их, он их не злословил, он укорял. Не осуждал. Он укорял, но не осуждал. Он говорил так, жестоковыйный, с необрезанными сердцами. Как вы не покоряйте Слову Божьему? Ну, он не злословил. Он что, злословил? Ну, как, это и есть злословие? Нет. Как нет? Ну, какое он злословие-то? Ну, злословие греха, а греха, это злословие греха. Он безгрешен, да. Еще слово злословие, вы неправильно понимаете. Это не матершинное слово злословие. Это не матом материться, как вы думаете. Обзываться, значит. Да, называть очень уничижительно и очень с большой суровостью называть. А Господь, у Господа это встречается, как он говорит. Да и апостола Павла тоже возьмите. И Иуда тоже пишет по людях, как он. Ну, аккуратно там тоже написано. С рамотами пенитесь своими. Ну, вот брата дураком нельзя называть. Дураком назвал это злословие, усаждение или укоризм. Дураком нельзя, безумные написано. Безумные написано. Или безумные. Безумствуйте. Безуман, это дурак. Безумные, это хуже. Да, это еще хуже. И однако Господь говорит безумные. И Псалом тоже. И сказал безумные в сердце своем. То есть по ситуации надо смотреть. Слово злословие и укоризм. Злословие это не матершинное слово. Раз ты его обозвал, на три матушки послал. Это не то совсем. Уничижительное. То есть ты превосходишь на его злые слова. Да не ты превосходишь. А ты показываешь, кто он есть, чтобы он вздрогнул. Написано. А других и страхом спасайте. Иначе как он поймет? Ты ему что скажешь? Ах ты, такое существо, которое там лезет в грязи и хрюкает. Свинья ты или псина ты на Блевотину идешь. Все. Понятно тебе. Ты уже вздрогнул. Немножко что-то испугался. А что сам не поймешь? Вот как этот последний там Рустам этот Гурмалеев. Гусейн. Что он? Говорит ужас. Я его спрашиваю, а что за ужас-то? Я думаю, что там он нашел? А как вы с ним говорите? Как я с ним говорю? То есть на него подействовало, как я это, я даже не то, что отвечал. Я просто, ну как сказать еще, я дополнил просто то, что человек сказал. Я еще сказал, говорю, каноны везде попраны. О чем говорит священники, чему научат? Каноны попраны. Ну и там дальше началось всего. Ну как ты, вы на него говорите там и так далее. Послушайте себя. Ну то есть он на тон на мой обратил внимание. Просто на тон. А я ни разу ему не сказал, что он жестоковый. Пес там на блеотину идет или свинья. Еще пока. В грязи. А если бы я это сказал? Все. Вообще проклят вовеки вечные. За такие слова. Ну я на себя это не беру. Покамест. Еще Господь мне не дал такое гордновение. Я могу какого-то водителя козлом назвать? Только потому, что я понимаю, что будет дальше. Потом каюсь. Слово зло никаким образом не касается нашего Господа Иисуса Христа. Никак. Почему? Он говорит, во всем подобен нам был, кроме греха. А зло это грех. И поэтому нигде в Вибрии не написано, что Бог злословил. Этого нет. Этого нет. Какой бы мы смысл ни вкладывали, само слово, произношение зло, оно никак не контактирует с Богом. А упрекал, да упрекал за неверие. Обречал. И обречал их, говорит. Обречал беззаконник. Эти слова есть, а злословия нет. А почему? Ну, говорит, семей, сын Геры. Шел по краю холма и злословил Давида. Уходи, уходи, кровопивец. Уходи, уходи. Злословил. Вот где оно, злословил. То есть обзывал его кровопивец. Он не мог ничего доказать. Ты захватил дом Саула, он не захватывал и убегал. Он щадил его. То есть совершенно неправда. Клевета, наверное, злословие, да, синонимы, может быть? Раз можно надавить, то клеветник. Потому что клеветник, дьявол, дьявол, по-гречески переводится клеветник. А не только клеветать, это говорить неправду. А злословие, это айпетиты давать такие отрицательные, которые не соответствуют действительности. Да, да. Злословие. То есть вот как сейчас с сестрой-то, двух это, получилось-то. То есть на нее. Она говорит, да я хотел... А вот скажи, допустим, о Христе кто-то сказал, а он, Христос, был подобен бомжу. Это злословие или нет? Подобен бомжу. Вызывание просто. Не, ну да, он сказал. Он сам сказал, у меня нет, где птица имеет гнезда. Там, звери и лисица имеют норы. А сыну человеческому... То есть негде преклонить голову. У него нет нигде жить. Под ветвистым деревом от дождя спасается. Это, это соответственно так. А, так что, нам убегать надо? Гонят в одном бегите. Иоанн Златоуст говорит, великий беглец бежал в Египет. Ну, Христос-то бежал, Иосиф-то с ним вместе. Он бы мог, Господь ему поставить преграду, нет. Ничего в этом особенного нет. Злословие как раз и заключается. Дается эпитет. Несоответствующий. А если это начальник, даже если соответствующий, и тогда воздержись. Павел абсолютно правильно заклеймил его. То есть стена подбеленная. Это вот сравнение, сравнение. То есть белая, подбеленная, а под ней какая мерзость-то. На счастье еще народе злословишь. Павел сразу дал задний ход. Я не знал, братья. А почему? Потому что эту должность первосвященника они сделали покупной. Каяк посидит, Анна там перечисляет. И первосвященник писает. Это, Анна же был до смерти один и тот же. Какой бы он ни был. И вот тут ситуация такая, что одеты они были одинаковые. И Павел не знал. Я не знал. То есть никак они. Он сразу приел. Говорит, ибо написано, не злословь начальствующего. Вот сейчас везде там Путин такой, такой выступает. Ксения Собчак. Я вчера выслушал несколько ее, где она выступала. Вот это не придумаешь. И там Соловьев или кто про Копенко с ней говорит. Но вы-то за собой знаете. Человек на эту должность должен быть безукоризненным. А какой он мне укоризнен? Ну вот, где он вытащили там, меняете мужиков-то. Ну это когда-то было. Нет, нет, нет. Это биография ваша. И приятные люди будут смотреть на вас. И с чем ваша программа от Навального, других отличается? От Рыжкова, Солтая. Чем? Власти не такие. Мало дают денег. Но вы где их возьмете, если нету? Люди не работают. Бомжуют, себе строить не хотят. Ну все это разговаривают. Ну ее загнали в угол-то. Она на полном серьезе. Или это еще так сделали, что она... Да нет, я не буду президентом. Ее просто так. Часть голосов, лишь бы от Путина оторвать. Может она с ним и договорилась уже. Но нужно создать видимость. Чтобы это выборы были. Это не одна господствующая единой партия. Вот говорят, это единороссы. Я еще ни одного не встретил человека, который был... Я состою в партии единой. Никого нигде нету. Никого нигде нету. Это только они там, наверное, этот парнас. Парнас, греческий с крылышками ходит. Это Рыжков придумал. Я его назвал банной обмыло. Да, это точно. Путина объявил, что он не от партии будет. А? Он будет самостоятельно. На выборах. Не от единороссов. Кто? Путина. Ну только говорите одно. Партию меняет или другую. Это остается. Вчера он объявил, что... Да, он объявил, что все-таки... Я согласен. Вчера, кажется, объявлено было. Но не от единороссов. Да нет. Зачем они ему нужны? Да, конечно, они ему нужны. Они теперь будут так договорить. Нет, нет. Он же все это просчитал. Я постоянно говорю, Путин очень хорошие советники. Советники. Люди начинают сравнивать. Тут какой он пришел. Первый раз. Какая была обстановка. Как в магазинах вообще сейчас, говорит, не хватает. Конкретно. А теперь страна на международном уровне. То есть ей как сейчас с державой разговаривает вначале. А до этого-то перед самым приходом решила разделение. Столица Новосибирске. Разделить Россию на части. А сегодня даже никто про это не поминает. Это понятное дело, что 35% национального дохода, и даже чуть больше, на военную промышленность. Но если до конца разрушили, когда восстанавливают. Это вы же разрушали. А вот-то при чем здесь? Не злословь. Вот один человек, да, знает. Патриарх Кирилл. Да он и матершинное слово говорит. Да, вот. Слышал? И кто он? Полковник ГАРУ Квачков Владимир Васильевич. Спортник. 12 лет сейчас сидит. И показывает. Он сидит такой тихий, спокойный, успокоился. Сидит когда-то на. Какой конь? Вот он смотрит телевизор. И главное, у него на счет только арбалет. Кончал академию. Высшая академия военная. И сидел, болтал. И все это записали. Кого-то подослали к нему. А там войска танк. Там уже у нас подвигаются. Вот это делать так. Путина сверживают. Ну и проще. Как последний вагон. Влад Жириновский послал в Колумбу. Засыпать все траншеи трупами. Его судят. Его судят. И он показывает кулак. А сейчас ни кулака ничего не видно. Сидит спокойный, дедушка. Вот и все. А надо было это. Так он за народ заботился. Нет. Программа должна быть одна. Жить для Бога. Они один про это не упоминают. Это накрашено. Сегодня губы синим, завтра черным, красным. И стоит. Ксения там слепая смотрит. Еще в президенты. Ну ладно. Сказали бы ее. Хотят выбрать. Ну. Белетершей где-то там сказать. Или костеляншей. Где-то. В гостинице выдавать белье. Я бы еще поверил. Ну президентом страны. Ну Ленин же сказал всякая прачка. Кухарка. Меньше двух процентов. Ее даже ей выдвигать ее не будет. Предварительно. Должен человек собрать миллион голосов. И сказать. Я сам выдвигаюсь. Я сам выдвиженца. Меня никакая партия не выдвигала. Ну. Буду, так говорят. Тяжелый. Еще мужик человек. Интересно. В Испании король обязательно должен иметь два высших образования. Одно военное. А другое какое он желает. Обязательно. И вот. Франко умер. Ну и теперь. Люди сказали. У нас есть ли в стране люди. Которые могли повезти страну. Вот. Все должен знать. Связы за границей. И ждут звонки. И вы что думаете. 400 тысяч позвонили. Вот так. Как невысоко. Это должность оставит. Оказалось никто на это не решится. Еще подобного. Я буду франко. Я буду монетой разменной. Меня выберите. Ну что. Блудница говорит. Перед каким деревом не раскидывала широко ноги. Все. Закончилось. А теперь вспоминает. Как он установил жизнь. Как он никакими путями к Гитлеру не пристал. Его же на суд-то никуда. И туда все эти сбегались преступники. И вот так с конца него там жизнь закончила. А этого вообще не вызывали нигде. Как люди умеют умно жить. Давай. И тут 3.3. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Злословит он или нет? Отличает. Ну это человек вот это говорит, это к человеку к определенному можно сказать. Написано гнус, это вы гнусная. С вами страшно. И все эти слова ты можешь сказать этому человеку. Это злословие будет или нет? Ну хорошо, Павел говорит, восстанут лютые волки. Восстанут. Ну теперь мы увидим, они лютые волки. Я говорю, так вы как раз этот лютый волк, я злословливый или нет? Когда сказано, что они будут. Слова очень тяжелые. Если говорят незаслуженно, это злословие будет, да? А заслуженно это обличение. Это не начальствующее. Это суровые слова, как Господь говорит. Первое священие, президенты, они вне нашего влияния должны быть. Только молиться. Но мне дано ничего больше. Только молиться. У нас никакого оружия нет, ни влияния. Сказать мы ему можем, а больше ничего. Посмотрите, воскресенье прошлое было. У нас брат Игорь на машине отвез меня. Ты был? Володя был. Володя был. Раиса Николаевна была. И тогда она никого не пускает к себе, Львов Николаевна, так, двух больных-то. Я тогда здесь сидел, разговор шел. Я говорю, я тогда поеду, так же, ровно неделю назад. Тогда я поеду. Ну, теперь как, в дверях позвонили. Позвонили-то не в ту квартиру-то. Не в ту. На этаж ниже взяли. Не дошли. Но повернули в ту сторону, но раньше повернули-то и куда-то в степь пошли. И сказали, они вверху пришли. И она не открывает как. Я подошел, кто? Я говорю, Игнатий. Тишина. Что она там прятала? Неизвестно за это время. Не открывает. Она открыла не сразу. Тогда это подошло. Да я, Любовь, это Раиса Николаевна, Люба, открывай. Никто не открывает. А мы все снимаем от самого входа. Уже включили аппаратуру. Это все будет выставлено на неделе, на следующей вот на этой. Интересно было. Я сегодня материалы пересылаю уже в администрацию, ну, в наших ресурсах. И, наконец, она дверь приоткрыла. Ну, мы, скорее, туда ее вызвали. Вдвинулись в это. Прорвут все. Ну, а дальше тут были съемки. Я беседовал теперь. Раиса Николаевна, пускай скажет. Что ты запомнила? Какая была встреча? Слушай. Что тебя коснулось? Ну, меня коснулось то, что она почему-то громко-громко разговаривала. Как-то... Печала. Да, как-то вот прямо какая-то нервность такая у ней была. А бабушка-то не Валентина, а другая вот. Другая Валентина тоже, Маркетанова. Да. Вот она сразу на ее налюбу тоже стала. Поперла, поперла кого-то там, в общем, там она на ее... Ну, короче, не очень хорошо она к ней отнеслась. Как бы она их обижает там как-то. В общем, ну, как-то вот так все. Ну, я сначала даже испугалась. Но она сильно как-то себя почему-то громко как-то ругалась. Ну, не нравилось мне этот ее разговор был. Не знаю. Ну, ты расскажи о результате беседы. О чем беседовали? Не то, что тебе нравилось. Ты можешь вообще не нравиться и мы все... Ну, беседовали, беседовали. Потом как бы Игнатий Тихонович, когда все это заговорил, что все это, ну, по-хорошему, все. И эти бабки, особенно вот эта из Роксовской какая-то была такая... Тебя. Ага, она такая активная. И они как-то смирились, как бы, стали разговаривать, все. Но и она тоже, Люба, это самое стало, это... Но она была в каком-то таком нервном напряжении, я не знаю. Возбуждена, короче. Возбуждена, ага, была возбуждена. А ты как себя вела? А я как, я не знаю, как я уже себя... Я вела, мне почему-то, ну, как сказать, мне этих бабок-то жалко. И Любу-то эту жалко, что она тут с ними... Как в аду, как говорится. Вожкается. Вожкается, ага. Комнатки эти... Одна эта комнатка маленькая, где они сидят-то. А в этой... Тут какой-то проход... Какая-то квартира их интересная. Проходики маленькие. Она туда-сюда мечется. И я сильно расплакалась. Я вот... Меня садо стало как-то прям... Просидела и плакала? Так нехорошо мне стало. Думаю, господи, как они страдают. Вот просто они страдают. И... Ну, как их утешить, я не знаю. И Люба-то тоже устала уже от них, так сказать. И они-то, может, от нее тоже уже устали. Но бабушка активная была из Рухсовска. Она как бы против Любы была. Но потом, когда Игнатий Тихонович так все говорил, все по-хорошему, все... Она как бы стала смиряться и затихла. И все не стало так это. А сначала... Ты это слышал без этого? А сначала как-то вроде бы это... Ну, я тоже плакала. Я зашел с позиции, виноваты все. И каждому вынес, с чем ты Люба виновата. Я говорю, вы знаете, кто она такая? Ну, кто врач? Не просто врач. Она в милиции работала сколько лет. И вот эта вот ее жесткость. А вам как раз это и надо от нее. Да, да. Она вам хода-то и не дает. Не дает. А почему она не дает? Ты хотела бы переменить себя, поехать в Рухсовку? Куда? Ну, где у тебя дом остался-то? А я нет. А теперь, с чем ты не довольна? Интонацией и голосов. Да ты не имеешь права этого говорить. Ты должна была... Сытая, сытая. Все у тебя есть. Ни чем не довольна-то? И Люба, а Люба, ты что найдешь кофе рыжей? Подписали, тебе боишься, чтобы еще не пришел человек, не отняли квартиру? Она, что-то, промолчала. Я подумал, не так ли это? Да, наверное, так. Ну, да. Но я здесь еще находились. Я говорил, какая причина была. Но Люба вернулась сейчас и ко мне по-хорошему. И все. И там расстались все по-хорошему. Просто по-хорошему. Я их посадил, всех сфотографировал еще. И записали. Это все будет в интернете на этой неделе выставлено. Везет. Вот у нее в Рубцовске-то у этой бабки-то тоже какая-то там есть избушка. Или что? И я спросила у нее, вот вчера или когда-то, я говорю, да как у нее избушка-то там. Да, она там у нее там никудышненькая и забита досками там и все. Но так и это... Да я пару слов. Так, пускай Володя с нами был еще. Да, в Рубцовске. Расскажет, как... Это уже заражение. Это одна из причин, когда она не пустила. А какое заражение? Она не поэтому хочет. Ну, инфекции, чтобы инфекции не было. Татьяна с Кузьминичьим, давайте. А ты была, Тань, да, у меня? Тихо. Я хотела сходить, но Люба тоже. Она... Ой, я сейчас ухожу. Я хотела на неделе сходить. Она посмотрела записи, Лизе, нашу. Дело в том, что они жалуются. А ей это... Ну, представляете, вот человек день и ночь с ними действительно ухаживает. Вот кто из нас пойдет? Я на себя это взяла. А я бы не смогла, наверное, вот так вот день и ночь с двумя, вот сколько она уже с ними. Я тоже такого времени. Поэтому это очень тяжелый труд. Не каждый согласится. И за это очень деньги большие, ведь платят люди. Чтобы сиделка сидела день и ночь. А они жалуются. А ей-то вот, понимаете, как, вот она ухаживает, а ей на душе это все неприятно. А мы приходили сколько раз, Валя еще одна была, Фоменко только. А она сразу, ой, ну чего вы так, это редко, это вроде... Ой, вот, ну, пытается жаловаться. Пытается на Любу жаловаться. И ей хочется вот свое, то, что у ней наболело, ей хочется, ну, кому-то высказать. Ну, хозяйка хочет быть. А кому? Она хозяйка вроде бы. Ну, там это Антон пришел. Ну, пожалуется Антон, сидеть не может с ней. И поэтому вот эта вот ситуация вся. Игнатий Тихонович просто молодец, как он разрулил это все. Что и успокоил и Любу, успокоил этих... Все-таки Валентина Дмитриевна глубоко верующий человек. И он на этом, в общем-то, хорошо сказал ей, говорит, терпи теперь, ты куда? Ну, кто за тобой будет вот так ухаживать? Вот до любого доведись. Можно ли? И поэтому, ну, вот такая ситуация. А, все, поехали. Пошли. Спасибо, Христос, за мудрость, Игнатий Тихонович. Так, толкование я не прочитал. Еще раз. Тимофей 3.3 Ибо и мы были никогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Толкование, подождите. Титу, да. В послании к коринфянам устрашает будущим, чтобы не осуждали, говоря, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10.12 Здесь же вразумляет прошедшим, говоря, не будем укорять других, так как мы и сами некогда более грешили. Что говорил разбойник другому разбойнику? И мы осуждены на то же. Лука 32.40 Когда же мы были несмысленны? До Христа. Разве не бессмысленно было служить таким богам, а приносить людей в жертву? Разве это не величайшее заблуждение? Но мы служили еще различным страстям и удовольствием. Здесь, разумеем, мужеложество, брак с матерью или сестрой, или прочее бесстыдство. Ибо без... Ибо различно забавляется нами дьявол. Жили в злобе и зависти. То есть, всегда проводя время в злопамятстве и зависти, и живя такой жизнью. Поэтому мы и были достойны ненависти, так как ненавидели друг друга справедливо. А зависти происходит и ненависть. Справедливо от зависти происходит и ненависть. То есть, ты как-то прочитал слитно все. Самодельно это. Давай, Никита. Насчет не злословить начальствующих. А тут пророки-то как говорили, вот, 56 глава Исаия. Это стражи и слепые, все невежные, немые псы, немогущие лаять, бредящие и лежа, любящие спать. Это псы, жадные душой, не знающие сытость. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Вы видите, там много такого. Это же прям про священников говорится, про нас настоящих. Это кто говорит? Господь Бог, Ему можно. Ну, апостол Павел говорит, ями и Духа Святого. Он говорит, Господь через него говорил, через апостол Павел. А он сказал, он не злословно чальствующего. И все, что ты сказал. То ты, раб судящий, чужого раба. Господь может судить, а он тут уже впереди. Господь, Бог, собирающий, говорит. Это цитата Божья. Поэтому он как раз не злословит, а обличает, чтобы они сдрогнули. А мы, прежде чем таким вот словам я вспомню, я сам-то не был бессмысленным, сам-то не был вот этим вот. Ну, пастырем-то, конечно, я не был никогда, но, однако. Мы взяли клещи, провели пол, и все, иди говорит. Можно? Нет, давай. Там не сказано вообще ни про царя, ни про первосвященника. Просто про пастырь и все. Но они же начальствующие. Нет, нет, не про это говорится. Там не про это говорится. Говорится конкретно о царе и конкретно о первосвященнике говорится. Все. Здесь ни слова об этом нет. Так что. О священниках, хухухуху, сколько тут написано всего. А об этом ничего не сказано, что священника... Нет, священника тоже не злослов. Никого не злослов. Написано. Обличай. Обличать другое дело. Гляди, вот всей душой твоей благоговей пред Господом и уважай священников его. Вот гляди, уважай священников его. Или ты за спиной скажешь, ах, ты там такой священник, там сякой. Или ты придешь к нему и скажешь, А я вот на вашем служении увидел то-то, то-то, вот вы то-то не сделали, вот то-то тоже не сделали. А я подходил, разговаривал. И часто они, вот один там в Тогуле был, и развесил в храме все этими цветами пластиковыми. Завесил, как в склепе. И такой радостный, такой счастливый. У него пятеро детей. Такой он детей очень любил. Матушка там поет на клеве. Ну, прям все хорошо у него. И я захожу, он, погляди, видишь, как все хорошо тут. Видишь, как все хорошо. Я говорю, да нет, я говорю, нехорошо. Как нехорошо? Погляди, красиво же. Я говорю, ну, нельзя, говорю, не живые цветы-то развешивать в храме Божьем. Ведь у нас здесь жизнь, здесь дух Божий дышит. Я говорю, а вы пластиковые цветы. Он такой, за голову взялся и такой, тот-то я же говорил, матушке, что-то не то. Что-то не то, что-то мне не то. Правильно ты сказал. Живое должно быть. Живые, Павел. И бабки, батюшка, а мы же вам вот приносили, приносили. Матушка вот сказала, что что вы тут потом, я тут хожу, за вами выбрасываю. Он все понятно, короче, пошел там разговаривать. В следующий раз все, нету этих пластиковых цветов. Ну, это так мелочи. А в основном-то, как не учили, так и не учат. В основном, вот в чем дело. Пошел, Сережа. Ты не признался, ходит улыбка. Китут 3.4. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога? Толкование. То есть, когда воплотился единородный и стал нам подобным. Китут 3.5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения и обновления святым духом. Толкование. Он спас нас не по делам, которые мы сделали. Иначе сказать, мы и дел достойных оправданий не сделали, и не спаслись ими. А все сделало благодать его. Китут 3.6. Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего. Толкование. Увы, мы так были погружены во зле, что не могли уже очиститься, но имели нужду в возрождении. Ибо это означает возрождение, обновление, второе рождение и новое образование. Как под совершенно ветхий дом мы не подставляем подпор, но, разрушив до основания, строим его вновь, так и Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Каким образом? Святым Духом. Чтобы ты не доискивался, каким это образом он говорит, Дух все исправил. Откуда это видно? Не только воссоздал через Него, но и щедро наградил им. Большую букву. Чтобы и это было видно через Него. И справедливо. После того, как очистил, Он обильно исполнил нас Духом. Это и означает излил. Ибо в нечистых не входит чистое, а это совершилось через Иисуса. Он посредник и податель всех благ. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Комментарий. Священное Писание говорит о том, что в лице согрешившего Адама все человечество мертвое. И если при творении человека душа его по своей природе была христианкой, то у современного человека она язычница, умершая во грехах и дурных наклонностях. И Сын Божий, придя на землю, искупил нас и от смерти, и из ада. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Грубейшая и смертельная ошибка, которую совершают почти все священнослужители православной церкви, состоит в том, что они пытаются в кавычках ремонтировать этого мертвеца, поправлять его через частную исповедь и причащение. Они учат, что человек согрешил, то накаянный грешник, как свинья лежит в колу, так и я служу греху. А священники, как духовные врачи, якобы имеют власть лечить эту свинью и делать ее ангелом. Библия же учит, что все мы до встречи со Христом, до личного уверования в Него, до личного принятия Его в свое сердце, как Спасителя, полностью и навсегда погибшие мертвецы. Лука 15, 24. Ибо этот сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Ифианам 2, 1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Ифианам 2, 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Поэтому главная, центральная проповедь у священников должна быть о рождении свыше. Они должны на каждой проповеди повторять эти слова. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Священники должны полностью переучиться и со лжеправославия перейти в истинное христианство. Уста Христовы словом воскрешали мертвых. Дочь Иаирову, сына вдовицы и четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом, проповедующие Слово Божие и учащие к покаянию, воскрешают души, умершие грехами. Святой Григорий двоих слов рассуждает об этом так. Пробоведь Слово Божие действует с большей силой, чем молитва, ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния слова мучения, чем воскресить мертвого. В воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если и хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри, воскресил Бог Лазаря телесно, а что говорил Лазарь по воскресении своем, Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила душа Павла, своим учением он пробурил многие силы. святитель Дмитрий Ростовский. А страницу скажу? 184 красотника. 30 тонн. 3 тонн. Новый. Итого, что это? Ага. Новый, не знаю, прошу. Так, готовьтесь к воскресению. Найдите людей, как можно больше, которые были здесь. Это день открытых дверей сделаем. Я буду в редакции, может, даже схожу Логинову на эти Олега. То есть можно приглашать всех, можно приглашать всех на день открытых дверей? А всех? Ну, кого всех-то? Своих, которые были, которые имеют отношение к дому, а с улицы-то кого приглашать? Не надо. Мы когда-то делали один здесь, день я в редакции везде повестил, мне вообще так не пришло. А зачем? Везде храмы открыты. А когда я начинал вести занятия в университетах, я говорю, нас никто не подрубит. Так широко идет. Только когда открывать храмы будут, тогда уже люди и пойдут. Потому что я направляю людей в храмы, а они тогда приходят на священие, а ты не ходи вон там. Нет, ну вот, например, люди, которые смотрят ролики там расположенные, но как-то попроситься, может быть, стесняются, может быть... Нет, нет, это смысл, ты не знаешь, надо познакомиться. Ты встречаешься сейчас эту Рахиль, казашка, казашка, которая пришла от свидетелей стражей стражи. Это башня. Башня. называет. Он ее встречает в субботу ночью, с пятницы на субботу. И к нам сразу привозит. Она надолго приедет? Ну, я три-то поди-по будет. А где будет жить-то? Малиша Васильевич. Она никак. Она боится, что меня не будет, а тогда я не встречусь. Я ваша духовная дочь, я должна вас увидеть. Представь себе, как она резко взялась за это дело. Казашка крестилась вместе с ней дочь. Она была Райхан. А сейчас Рахиль, это очень близко подходит. Райхан. Райский хан. А дочь, кажется, Ребекка. То есть она вас считает духовным отцом, а так ни разу вы... Не видела. То есть интернет на... В интернете она видит и везет. И как обратиться, я ей сразу отвечаю, она у меня льготой пользуется. Она там опять по хвадах рассыпается. Муж был против, сейчас все смирилось. И два внука с ней вместе крестились, полное погружение нашли. Один Рафаил, а другой Марк. А сколько ей лет-то? Ну, не знаю. Да за полу лета. У меня сегодня внучата большие, значит, что, шестьдесят-то есть. Лет шестьдесят? Ну да. Ну, где-то так. Давай к Татьяне Капустиной. Я говорю, нет. Она едет ко мне. Зачем к Татьяне-то? Она рядом, чтобы она была здесь, и мы можем в нем встречаться несколько раз, и она у меня будет находиться. Да. Надежде Васильевне ночевать. Я-то на ночь хотел. К этому воскресенью вы готовьтесь к причастию, кто не причащался. В это воскресенье. Вот готовьтесь. Батюшка приедет. Я с батюшкой поговорю, неплохо было бы митрополитов пригласить, но батюшка никак на это не идет. Потеряю, позовет, а суда нет. Потеряю, сейчас только. А? Сейчас потеряю, уже не доехать. А что сюда-то надо? А Димитриев позвонил? Батюшка, да все. Почему никого? Сюда священники на службе у нас ни один не был. А можно было спросить хотя бы отца Сергия, который у нас тут был. Да можно было бы что-нибудь. Можно было. Батюшка никак не соглашается. Почему? Я могу такое предполагать. Предположение. Предполагать. А так я не знаю. Не надо, еще не пришло время. Ну вот так. А меня сразу заинтересовались, а что с вами теперь будет? Вот патриархия решает, как говорится, окончательное решение еврейского вопроса. Так с нашими общими. Они с нами ничего сделать не могут. Я пошел в отдел юстиции, говорю, нам еще перегистируются. Нет, не надо. Как есть, так и есть. Нам еще не надо. И даже вторая строительная там мы не живем, зарегистрированы. Здесь надо. Они же были здесь, отдел юстиции, этот полковник Маковеев был. Нет, не надо. Это очень трудно перерегистрировать. Адрес сделать, общий, где. Там никого нет, никто нет. Мы знаем это. То есть к нам у них не то, что никаких требований нет, а просто хорошее, такое теплое отношение. Я говорю про отдел юстиции. Кто там ходил? Ты же в ротах? Так речь идет о том, что в налоговое можно просто подать документ. И они изменят автоматически в том же все, что было, тому только изменение адреса. А в юстиции там по-другому. Там нужно куда-то посылать во все органы. Поэтому они не хотят. Ну, не, ну, 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 вот так. Мы решили день благодарения сделать, чтобы все было направлено поблагодарить Бога. Вот даже вот эта картина, вот смотрите, какая. А происхождение-то ее непростое. кто рисовал картины, я не знаю. Вот где голова у Христа, повыше маленько, там прорвано, ударил кто-то ножом. Она была у пятидесятников, кажется. Ну, как говорят, проси, чего хочешь. Я попросил картину, и мне ее отдали. А тут уже ее, кто я не знаю, Надя, Пальгуева, или кто-то подправил, она сильно темная была. Это Гестава Дорев. Она вот здесь в картинках у нас есть. Да, сто процентов. Видел? Практически. Конечно. Я могу третье то взять. Все видели, я думаю. Да, вот у Сергея тут есть. На, Кидыш, у нас тут, вот здесь есть. Покажите. Сейчас, все меняется. Так, это крест. Последний. А нет, вот это уже все траву воль стремает. Сижу, Вот, вот распятие. Это вот распятие. А тут ведут на распятие. Нет, попа. Вот она. Ну, похоже? Вот она. Похоже? Ну, да, похоже. Ну, давай вот так вот. Отсюда переводи на нее. Вот с копьем боин стоит, лошадь. Под крестом Христос упал. Один поднимает крест. Другой с копьем стоит. а дальше эти, дальше воинов, вот этих, уже не стали рисовать. Главное, это понятно, что. Вот, который стоит так, закрылась, синяя. Вот эти, дальше их нету здесь. Ну, похоже, нет? Да, что-то здесь очень ярко и красиво. Вот эти воины. Видишь, там, они не стали, видишь. Все по полуке. Вдалеке. Просто краски другие. Плащик должен был. Городичность момента, она мрачная. Это интересно. Почему зеленый должен быть? У кого? А тут красный. Почему зеленый должен быть? Нет, это только. Да, они просто не знают, как были одеты римские воины, и все. Они в красных плащах были всегда. Да, конечно, неправильно. Вон, этот, первосвещение, этот, не по этот, ну, сотник, он правильно одет. Ну, правильно нарисовать. А там у зеленый дали. и здесь. Света хакки. Камуфляжно. Камуфляжно. Как будто они, это, тюремщики. Безгладельных. Это, это было как будто Аллах называется. У красных и должно быть, да? Красных Аллах. Так, ну, что, продолжим? Кавалеристская. 15 минут еще. 15 минут. Титул 3.9. Секрет, из которого. Глупых же состязаний и родословий и споров и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Толкование. Говорит о глупых состязаниях, которых вовлекают верующих иудеи, о родословиях, которые они составляют для себя, производят свои родословия патриархов и гордясь ими. Гордясь ими. Удаляйся, вместо избегай. Ибо никак не должен оставляя необходимые дела тратить время на свои условия и бесплодные споры. Какая польза спорить там, где нет надежды, чтобы кто-либо пленен был во Христа? Но как же выше он заповедал заграждать уста противящимся? Когда они причиняют другим вред, тогда им должно заграждать уста. Ради же их пользы совсем не берись говорить им, ничего не успеешь, потому что они неисправимы. вот рисовал раскрашивал Игорь, а мне говорят, вот раскрашивал, тут она он все, забыл, что тогда в красном лежит она, а теперь везет в синим. Да. В синим. Почему так? Ну, какие причины? Я говорю, почему, потому что она пришла такая, они все ночи издевались, но он ее переодел и дальше повез. Можно я скажу? Почему? Здесь красная мантия, будем говорить, потому что я ее как жертву Христову здесь представлял, потому что это как бы прообраз Христа она, то есть издевались, все, что делали над человеком, как можно опозорили и бросили потом. И как Христос свою кровь за нас пролил, вот я ей дал эту красную, потому что ее потом разделили по частям, разослали всему Израилю, и потом была Великая Победа. Вот так. А здесь уже это уже траура, это уже смерть. Это другая? Нет, это он же ее везет назад. Он ее будет расчленять еще. 12 частей, я понимаю, как. Отрезал здесь по колено и потом получилось 3. Точно так же там раздел 6. Ну и здесь тоже 6. И получилось 12. Тело он не резал, а руки и ноги. Да, конечно, только руки и ноги. Но я так думаю. Да, щенить вот это вот первое, до локтя второе, вот это третье. И здесь третье, 6. И нога, вот она, вот здесь второе, третье. А тело-то нет. И отослал во все части. Такого слова не слышно было. А вот этот-то он мог быть переодет. У него накидка была, можно было так, как бы она в накидке его. А тут у него одежда такая, ему переодеваться может быть и не бы что было, а может было. Тут другое уже время прошло? Нет, это никакое. Утром он ночевал, утром она подползла к дому и умерла. Они ее насиловали всю ночь. А тут он ее везет утром. Идет и говорит. Вообще. Гляди, люди еще что-то рассуждают. Я думал, вообще никто ничего не заметит. Ты что? Как не заметит? Люди такие рассудили. Девятый стих. Все, Достойно есть я к вам истину вложить дитя благородицу признав блаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего чистейшую херувин и славнейшую без сравнения с Серафим без искления Бога Слова родшую сущую благородицу тем величаем. Игорь Иванович, Отец наш небесный, мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа прости нас, если мы погрешили в этих занятиях, кого-либо осудили или злословили. Будь милостив к нам, пощади Владыка и коснись сердца тех, кто восстал против, бывшие друзья, умягчи их сердца и в судный день не помяни их, клевет, поношение дела твоего, посети болящих и позволь нам в радость встретить этот день благодарения за это здание, где мы можем склоняться перед твоим величием. Это ты сделал, мы получили это от тебя, любящий наш Господь. За все твои милости и щедроты, которые мы осознали и не осознали, мы благодарим тебя. Хвала тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими нашу молитву, Господи, воздяне рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати твоей, Владыка. Боже всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Отец наш небесный, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи Вседержитель, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты да слыши тарап твой. Аминь. Богу слава. Закрывайте стол. Давай. Не осознай. поговорить? Да. Спасибо. Спасибо.